Территориальный орган местного самоуправления села Миронова осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным главой администрации Артёмовского городского округа в пределах выделенных из бюджета финансовых средств. На встрече с представителями Артёмовских средств массовой информации председатель ТОМС села Миронова Владимир Серебренников отметил, что в начале 2016 года были завершены работы по ремонту уличного освещения в селе Миронова. Полностью на сегодняшний день завершена замена нерабочих светильников, а также светильников с большой потребляемой мощностью на энергосберегающие светильники. Сейчас мы планируем на сэкономленные денежные средства, в дальнейшем эти денежные средства направить на обустройство уличного освещения в селе Липино, а в дальнейшем по мере выделения денежных средств проведение данных работ продолжить в остальных населенных пунктах. Потому что, как я и уже раньше говорил, у нас три населенных пункта на сегодняшний день остаются неосвещенные, без уличного освещения. Это Липино, Луговая и Родники. В апреле на территории ТОМС села Миронова были проведены традиционные субботники. В мероприятиях по наведению чистоты и порядка приняли участие 80 человек, которые собрали более 6 кубометров мусора. Хотелось бы отметить, что с середины мая решился вопрос по вывозу со всех населенных пунктов ТОМС села Миронова твердых бытовых отходов. Отходы сейчас вывозятся два раза в неделю со всей территории управляющей организации и чистый дом. Конечно, есть и недовольные жители данным нововведением, потому что раньше отходы не вывозились с территории, они просто выбрасывались на несанкционированную свалку. То есть это дико для людей. То есть жителям не нравится некоторым, что далеко останавливается мусоровоз. Некоторые недовольны, что за это собирается плата. Ну, несмотря на это, есть и жители, которые понимают и одобряют это нововведение, и они довольны, что мусор вывозится. Потому что, я считаю, если не вывозить мусор с территории, то никакой чистоте и наведению порядков на территории говорить невозможно. Глава ТОМС отметил, что в пожароопасный период, а это апрель и май месяце, на подведомственной ему территории произошло два возгорания. Первое возгорание произошло сухой травы на бывшей ферме в селе Миронова. А второе возгорание в мае месяце жилого дома по улице Молодежной. Все пожары были локализованы отдельным постом пожарной части села Миронова без привлечения других сил. Также с целью недопущения пожаров проведена в мае месяце опашка полностью всех пяти населенных пунктов подведомственных ТОМС села Миронова. Также с целью предупреждения пожаров была проведена вместе с добровольными пожарными обучение проводилось и раздавались памятки. Кроме того, председатель ТОМС рассказал журналистам об итогах отопительного сезона 2015-2016 годов, который прошел вполне спокойно и без крупных аварий. То есть в течение отопительного сезона крупных аварий не произошло. Было несколько мелких аварий на теплотрассе, которые были устранены в течение двух часов. Также аварии имели место быть и в котельной, но благодаря грамотной профессиональной работе работников МУП Мироновская ЖКХ, эти аварии были устранены без остановки котельного оборудования. В летний период запланированы большие работы по ремонту котельной. То есть у нас будут проводиться замена двух котлов, а также будут проводиться работы по подготовке теплотрассы. Сейчас также ведется подготовка территории школы к новому учебному году. Необходимо установить светофор и обустроить пешеходный переход. Улично-дорожная сеть вблизи образовательного учреждения в 2015 году была приведена в соответствие, за исключением одного требования, которое было указано в предписании ГИБДД. Это обустройство пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения светофорным объектом типа Т7. То есть в настоящее время заканчивается процедура торгов по данному виду работ и в конце июня начнутся работы по обустройству данного пешеходного перехода светофорным объектом. Владимир Валентинович не только рассказал журналистам о культурно-массовых мероприятиях, которые проводятся на территории Томс, но и пригласил всех артемовцев на празднование Дня села Миронова. Самое масштабное мероприятие – это Георгиевская ярмарка прошла. Она в 2016 году пятый юбилейный раз проводилась. То есть, несмотря на плохую достаточно погоду, было очень много народу, переменно 300-400 человек. Люди приезжали, уезжали, но очень много народу посетило. 9 мая было проведено. Также достаточно, очень много народу было. Сейчас идет подготовка Дню села, который пройдет на территории Томс села Миронова 25 июня. Начало проведения мероприятий с 15 часов. Место проведения мероприятий – это по улице Молодежной. Площадка напротив магазина «Деевский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова